Всем привет, ребят, с вами я Лера, и сегодня в этом видео я снимаю Back to School. Я перехожу в 10 класс, поэтому канцелярия будет максимально взрослая. Нет. В этом году я купила очень много тетрадей, так как мне нужно было снять стресс после первого экзамена, и потом после всех экзаменов, и набралась вот такая куча, так как канцелярский или школьный шоппинг помогает мне снять стресс. Я взяла 3 вот таких тонких тетрадей с басиком, потому что в этом году, скорее всего, у нас будет МХК, технология и ОБЖ, и думаю, там-то они мне и понадобятся. Вот насчет МКХ я пока не знаю. МХК, потому что это либо мировая художественная культура, либо черщение. Так как я за год до окончания сбежала из художки, меня не устраивает ни то, ни другое. Такая вот очень милая тетрадочка с нашим басиком. Он, кстати, очень похож на мою кошку. Вот такая вот зимняя или даже осенняя тетрадочка, где он в шапочке. И вот такая вот тетрадь, напоминающая мне о английском языке, который я не знаю, но тоже он тут очень миленький. Далее идет 6 вот таких вот одинаковых тетрадей с цветочками. Не знаю, разрешат ли учителя, но я планирую завести их для контрольных работ. Хотя это вряд ли, но в первом случае куплю ярко-желтые обычные тетради, как было в прошлом году. Потому что желтый цвет я считаю цветом удачи. Так что они у меня все одинаковые и в цветочек. Также еще одна тонкая тетрадь. Мне ее принесли соседи, когда я им отдала свою 48-листовую тетрадь, которую мне потом в итоге вернули. Поэтому она вот такая вот, ну в принципе неплохая, но я сомневаюсь, что буду где-то ее использовать. Так как судя по справочному материалу, она скорее для начальной школы. Сейчас я вам покажу не предметные тетради, а затем предметные. Просто сначала я купила предметные тетради, но потом не смогла смириться с таким немного однообразием. И не удержалась, я купила самых разных 48-листовых тетрадей. Первая тетрадь это с вот такой вот кошечкой или котиком. Она мне понравилась тем, что она гладкая, яркая. Также здесь есть мои любимые цвета, розовенькие, голубенькие. Сзади она также очень красивого цвета. Была вот такая серия. Жалко вот такой тетради не было, я бы ее, скорее всего, взяла. На остальных тетрадях мне бы сказать, котики грустные, а эта тетрадь мне очень-очень понравилась. Далее идет вот такая вот летняя тетрадь. Она тут сзади с розочками, там тоже была разная серия. Мне понравилась вот эта, потому что здесь есть малиновая, и она выглядит более ярко. Вот такая вот, так сказать, тетрадь, которая будет напоминать мне о весне и о лете. Далее идет вот такая тетрадь с конем. Мне понравилось, что она очень так блестит, так как металлика. Вот, но с одной стороны потом она мне придется мрачной. Но я решила, что возможно, если мне не хватит тетрадей на аурибру, так как там мы очень много пишем. В прошлом году я писала две 96-листовые тетради. То заведу я туда, так как этот конец социируется у меня со спеетом. Кто смотрел этот мультик, тот поймет. Далее опять идет тетрадь с катанами. Она тоже яркая. Сзади такие вот тоже прикольные мордочки. А вот это просто мое состояние в школе. Прям выражает. Очень миленькая. Как говорится, котиков много не бывает. Далее идут три тетради из одной серии. Первая это вот такая вот нежно-розовая с вот такой вот милой-милой кошечкой. Также, по-моему, здесь написано, типа... А ты же знаешь, что ты милая или... Я не помню, если честно, у меня с английским плохо. Но тут написано что-то миленькое. Ну, это можно и Павлушке, в принципе, угадать. Также прикольно очень то, что внутри вот так вот красивенько. Такая тетрадь здесь написана... Я люблю природу и пушевых мишек. Это прям про меня. Не зря она мне проигрывает новость, потому что она очень красивая, такого мятного цвета. Ну, несмотря на то, что здесь, судя по снежинкам, зима, все равно это очень-очень прикольно. Правда, я никак не могу сказать, что это за зверюшка. Далее мне захотелось чего-нибудь голубенького. Так я заметила, что у меня мало голубеньких тетрадей. И я взяла эту тетрадь. Тут написано, типа, раз-два пингвина идут тебе искать. Что-то типа того, если я ошибаюсь, извините. Вот. И, в общем, мне понравился ее цвет. Да. А идет вот такая тетрадь. Она была в том магазине в ассортименте. Сначала я выбрала с розовыми цветочками. Но мне дали вот такую. И, в принципе, тоже неплохо. И если у нас будет не мировая художественная культура, а черчение, то, скорее всего, я заведу эту, потому что именно такие цвета у меня ассоциируются с черчением. Не знаю почему. Также в том же магазине брали. Была в ассортименте. Ее было тетрадь с кошечкой, дали тетрадь с собачкой. Сказали, наверное, у тебя слишком много кошечек. Бей с собачкой. Вот такая тетрадь у меня осталась с прошлого года. Она в линию, на удивление. И на нее фиолетовый и мятный. Одни из моих любимых цветов. И, скорее всего, я ее использую для подготовки к декабрьскому сочинению. Так как у нас уже с этого года будут по нем лективы. В прошлом году у меня было еще четыре тетради из этой серии в линии. Ну, тетрадей в линии много не бывает. Далее идет вот такая вот летняя тетрадь с малинками. Она уже не 48, а 60 листов. И, наверное, я ее взяла, чтобы плакать олечь. И далее идут уже предметные тетради. Они все из одной серии. Это первая серия, в которой мне понравились все тетради, кроме геометрии. Но потом и приглянулась такая, в принципе, хорошая. Я перфекционист. Мне это если вот так, то вот так. Объясняю очень хорошо. Первая тетрадь идет по географии. Она с вот такими вот зелененькими краешками. С вот такой вот кошечкой. Здесь написано спал на глобусе. Да уж, мое состояние. Далее идет тетрадь по информатике. Эта кошечка мне понравилась больше всех, потому что не знаю, почему я люблю зямских кошечек. Вот, тут написано играл с мышью. Далее идет тетрадь по английскому языку. С вот такими вот треугольничками по краям. Тут очень прикольная киска. Написано в Меугл с акцентом. Вот. Ну и по английскому, поскольку я его не знаю, мне нужна любая помощь. Спалочный материал здесь будет очень полезен, какой бы он ни был. Походу, создатели этих тетрадей решили по гуманитарным предметам сделать тетради с песиками. Поэтому здесь вот такая вот тетрадь по литературе. Тетрадь по истории. По истории тетрадь мне еще понравилась не только тем, что здесь такие вот прикольные, горошек прикольный. Но также еще тем, что у нее очень богатый спалочный материал. Здесь есть даты от 880 года вплоть до 2014 года. И это очень важно, потому что в прошлом году я сама выписывала все эти даты. То они мне пригождались, то не пригождались. А здесь будут на всякий случай. Далее общество знания. У меня чуть ли не вышла в аттестате единственная тройка по обществу знанию. Слава богу, вышло 4. Вот. Тоже с вот таким вот песиком. Тут написано «Путал права и обязанности». На истории было написано «Организовал восстание и сверх кота». Русский язык. Тут путал твердые и мягкие согласные. Далее идет тетрадь по физике. Ну, тут понятно, тут грех не взять предметную тетрадь по физике. Далее тетрадь по биологии. Она мне в всей этих тетради показалась самой пастельной. Тут вот такие вот крышки. И очень-очень миленькая кошечка. Изучал твиты на подоконнике. Написано. Вот. Правда, я надеюсь, что все-таки эта тетрадь нам понадобится. Так как в прошлом году была тетрадь, мы списали от силы листов 20. Это от силы. Но нас все равно заставляют заводить 48 листов. В чем смысл непонятно, но я надеюсь, что я буду в ней писать. Третья тетрадь по моему любимому предмету – по химии. Она рыженькая, тоже яркая, как и по географии. На удивление, в этой серии самыми яркими тетрадями оказались и химия, и география. Я не знаю, зачем мне читать за справочным материалом по химии, но поскольку она яркая, тоже с милой кошечкой, перебив все коломбы и пробирки. Далее идет геометрия. Она у нас выделяется. Она с оранжевым медвежонком, который не смог найти гипотенузу. Вот. Но тоже очень классная. И срочный тетрадь по геометрии всегда и всем полезен. И тетрадь по алгебре с кошечкой, тоже миленькая. Так она похожа на сиамскую. Хоть что-то будет украшать уроки алгебры. Дальше тетрадь по 96 листов. Вот такая вот тетрадь, которая будет напоминать меня Летти. Там была вот такая серия, мне больше всех понравилась эта. И вот что прикольно. В этой тетради есть рецепт коктейля. Да. И, ну, по крайней мере, его ингредиенты, и это здорово. И тут тоже очень красивенько и миленько. Далее опять летняя тетрадь. Но ее я покажу уже в течение года, она мне не понадобилась. Тут вся серия летняя. Была вся серия, я взяла. Вот с такими вот арбузиками. Тоже очень-очень классная. Весенняя или же летняя тетрадь. Я только сейчас заметила такое совпадение. Эта тетрадь, скорее всего, мне послужит для занятия с репетитором. Я, так как я буду сдавать профильную математику, и это точно. Она мне пригодится, и она блестит, и это здорово. Вот такую тетрадь я взяла, потому что опилась. Вот одна оранжевая, был бы фон голубой, цены бы и не было. В этом году я купила себе вот такой вот дневник с единорогом, с кристалликами, с речками, с пашточками. Видимо, девятый класс меня очень сильно травмировал. И меня ничего не смущает, он мне очень нравится. Это самый классный дневник, который у меня только был. Несмотря на то, что здесь желтые листочки, мне кажется, это будет даже лучше. Тут много справочного материала и по физике, и по химии, и по русскому, и по математике. И вообще он очень классный. Теперь перейдем к более мелкой канцелярии. Это стикерам, ручкам и карандашам. В этом году я купила себе вот такие вот стикеры. План на день, с кистью я буду вклеивать дневник. Записывать самые важные дела, которые необходимо сделать. И отмечать их галочками. И первая ручка это с таким вот ананасиком. Она не гелевая, но она очень классная. Вы знаете, я люблю ананасики, поэтому, да, вот такая вот, желтенькая. Идет вот такая вот ручка антистресс. Она с единорочкой. Была также долгая ручка с либо лебедем, либо белым фламинго. С си-бейстыми такими штучками. Я, естественно, взяла с радужными. Она тоже не гелевая, но очень классная. Идет вот такая вот нежно-розовая ручка с розовым помпончиком с единорочкой. И это, правда, будет моя самая любимая ручка. Далее идет вот такая вот просто бомбезная ручка с голубым кристаликом. И с радужными чернилами. И это очень-очень классно. А пишут она очень красиво. Далее идет вот такая вот ручка с таким вот милым зайчиком. И пастельного цвета мятного. Но очень классная эта ручка. Пиши, стирай. Она такая гелевая все-таки, по-моему. Вот. И можно будет ручку стирать. И зайка очень милый. Далее идет карандаш-автомат. На витрине был розовый. Мне принесли синий, так как он был в ассортименте. Но тоже хороший. О, карандаш-автомат. Все, что я могу о нем сказать. Далее ручка, которую я покупала еще 2 января. Да, я помню, когда это было. Это именная ручка. Здесь написано Валея. Но в нее нужно вставить стержень. Поэтому я ей пока еще ни разу не писала. И последнее, что я вам сегодня покажу. Это вот такой вот карандаш с формулами. Но в этой не был синий, принесли оранжевый. Спасибо, что фрукты дали выбрать. Вот. Но оранжевый еще ярче. Он мне даже нравится больше. Вот. Надеюсь, эти формулы мне помогут. И что они не просто для стиля. Понятное дело, где они мне будут помогать на математике. Также мне купили после экзамена по математике. Вот такой вот рюкзачок. Возможно, я буду его спросить, когда будет мало учебников. Свет один из моих любимых. И люблю клетчатые. Поэтому он очень классный. Я хочу рюкзак с сумками. На учебном году я буду ходить с вот таким вот рюкзаком с бананчиками. Я сама его выбирала. Мы обошлись с помощью около, ну, не знаю, 50-100 магазинов, чтобы найти мне рюкзак с бананами. Я хотела белый, но то, что он джинсовый, думаю, даже лучше, будет меньше пачкаться. Из-за того, что он менее прочный, он мне нравится гораздо больше, чем у меня есть темно-коричневый рюкзак. Он более плотный. И я хожу с ними по очереди, но сам выбираю в пользу красивого. Хотя это не умно. Также в прошлом году в начале года я покупала себе вот такой вот пенал. Тут готика написано с киской. Тут тоже есть отделение. Внутрь он черный. Он не разобранный. И до сих пор пахнет. Также у меня есть вот такая вот блестящая под стать ручком косметичка. И, возможно, я буду использовать ее для цветных карандашей, так как она очень большая и вместительная. А этот пенал я вон тот. Буду использовать для ручек и простых карандашей. Ну, этот для цветных. И третий пенал я просто не хочу показывать, так как он весь в клею. Это все физика виновата. Его я буду использовать для чего-нибудь еще. Три пенала у человека. В виде кошечки. И тут попахивает дискриминацией. Ну что ж, в этом видео я показала вам все, что я купила. Далее я докуплю различные эти стикеры. Ну, они у меня пока не закончились. Именно такие, ну, малиновые, желтые, обычные стикеры, чтобы запоминать лучшее. И вешать их на мою доску. Что ж, ну, а я с вами прощаюсь. Это был весь Back to School. Я надеюсь, что новая канцелярия украсит мой учебный год в 10 классе, в новом классе, в новом коллективе, в новой обстановке. И я надеюсь, что все будет хорошо. Всем здоровья и добра. Всем пока-пока. Я Метрия Аутипанка. Черт.